И снова у нас новый Volkswagen Multivan T7, на этот раз белого цвета, в хорошей комплектации. Пойдемте скорее смотреть. Открыв водительскую дверь, мы сразу видим вот такую голограмму. Эта машина отличается от всех предыдущих, которые я вам показывала, потому что раньше на максималках привозили Multivan короткие, а этот длинный. Разница вся в объеме багажного пространства. Здесь багажник на 20 сантиметров длиннее. Все точно так же открывается с кнопочек, все боковые двери, задние двери, багажник открыть, закрыть. Все точно так же, как у предыдущих. И в машине очень хороший яркий свет, практически прожекторы. Закрываем. Ну просто чудо. Всякие электронные помощники, автопарковщики, все это есть. Теперь пойдемте посмотрим, что у нас внутри. В салоне этого Multivan с точки зрения пассажиров места не особо больше. Вся разница между длинной и короткой версией только в размере багажника. Для некоторых людей это критично, но тут уж вам решать. А так внутри все выглядит абсолютно так же. Точно такая же цветная вот эта подсветочка эстетическая, где она у нас тут вот раз. Все точно так же меняется. Можно вот какой-нибудь красный, допустим, сделать. Верхний ряд меняет цвета приборов. Нижний ряд меняет цвет контурной подсветки, которая по всей машине вот так вот распределена. Есть готовые пресеты, муд, и можно выбрать уже готовые заранее заданные настройки. Но сегодня вот у меня синее настроение, пускай будет синее. Есть сверху бардачочек вот такой. Собственно, этим эта машина отличается от самой максимальной версии, что в максималке самый топовый здесь музыка Харман Кардон. А здесь вот вместо музыки бардачок, но я не аудиоман, я больше люблю всякие емкости для хранения. Двери можно открывать, кстати, из салона задние. Мы ни в одном видео еще этого не показывали, но сейчас... О, открылась. Одна, и сейчас откроется вторая. Кнопочки вот эти вот все ассистенты, они все сенсорные. Управление климат-контролем, пожалуйста, вот здесь открывается. А, здесь вы из парковки. Да, это машина. Мы уже подобный Multivan показывали. Он умеет самостоятельно парковаться и выезжать в парковки. Машина большая, и для тех, у кого какие-то проблемы с габаритами, пожалуйста, проблема решена. Кстати, насчет габаритов. Обзорность тут великолепная. Сделаны вот такие форточки по краям. Не чувствуешь себя на самом деле в грузовике. То есть габариты понятны, хотя машина здоровая. Сзади стоят парктроники, и установлена камера заднего вида. Понятно, что есть ассистенты, которые помогают нам в движении, контроль удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль. Можно выставить расстояние до впереди идущей машины, и машина будет это расстояние соблюдать. Есть система экстренного торможения, которая определяет, что вы слишком близко и слишком быстро двигаетесь к препятствию и начинает оттормаживаться за вас, что минимизирует вероятность ДТП. Отдельная песня – это селектор переключения коробки передач. Вы посмотрите, как это реализовано. Ну, сейчас нейтралочка стоит. Вот задняя включается. Сразу камера. Сразу все парктроники у нас работают. Передняя нейтралка. Драйв. И чтобы поставить на паркинг, мы просто нажимаем кнопочку «П». Когда мы включаем аварийку, мы нажали вот сюда, и у нас подсветка салона стала желтой, и вся контурная подсветка моргает в такт нашей аварийки. Так что вы никогда не забудете ее выключить. Когда у нас горят поворотники, ничего подобного не происходит. Так что путаницы никакой не будет. Вот сюда можно положить телефончик. Он будет заряжаться. Это беспроводная зарядка. Очень интересно реализована идея подстаканников в машине. Чтобы вам это не мешало, пока вам не нужны подстаканники, это выглядит вот так. Понадобилось. Открыли, поставили два стаканчика, и сюда какую-нибудь вкусняшку. Поели, закрыли, все убралось. Здесь выше мы видим розетку на 12 вольт, куда можно вставить обычный, самый простой переходник для прикуривателя на USB. Но это не обязательно, потому что здесь мы видим две розетки для зарядки смартфонов, гаджетов и так далее. Apple CarPlay, Android Auto, все работает на этой системе. Даже есть какая-то встроенная навигация, но сейчас у нас телефон не подключен. Поэтому, наверное, она, скорее всего, не откроется адекватно. Надо подключить телефон. А, ну вот, пожалуйста, вот она, навигация. Рулится она по ощущениям как легковая. Нет тех ощущений, которые были в T6 Multivan. То есть здесь управляемость, рулежка абсолютно другая, динамика совсем другая. И если вы выбираете между Mercedes V-класса и Multivan, то Multivan выглядит более адекватным вариантом, потому что он реально комфортнее в движении. И на него, как ни странно, проще найти запчасти, потому что люди, которые продают запчасти к автомобилям, на T7 и Volkswagen их тоже привозят. Хотя официально данный автомобиль в Россию не привозится дилерами. То есть их можно купить только, например, у нас. Ник Миллер Гараж. Внизу будет надпись. Вы это вбиваете в поиск или просто переходите по ссылке, которая будет размещена под видео. Ник Миллер Гараж. Звоните, вас проконсультируют, вам продадут хорошую машину. Панорамная крыша, кстати, вот любители, да, чтобы не сидеть как в гробу. Здесь вот все на панораме, все красиво, все классно. Смотрите, какая большая, здоровая, красивая. Едем дальше. Вот этот вот центральный подлокотник, он установлен на салазках. Внизу вот они эти салазки. И его можно двигать, кстати, здесь тоже очень много всяких мест для хранения. Его можно двигать по всему салону, перемещать куда угодно. Так же, как и все наполнение салона, оно все двигается как хотите, снимается, демонтируется. Все это без проблем. Здесь есть массаж сидений. Массаж сидений, нет, даже здесь массажные сидения. Сидения будут вас массировать. Тут есть специальная кнопочка, получится показать. Вот она, эта кнопочка, мы ее нажимаем и прислушиваемся к нашим ощущениям. Что-то сейчас должно происходить. Началось. Как это все-таки было круто, да? Не надо ничего двигать, трогать. Но даже если просто дернуть за эту ручку, дверь тоже сама откроется. Но мне нравится нажимать на кнопочку. Ля, ну чисто магия. Что у нас есть дальше? Все сидухи перемещаются по салону как угодно, двигаются в любом направлении. А если вот эту откинуть вперед, получится столик. Сейчас я вам это покажу. Видите, как все интуитивно понятно, даже я догадалась. Получается вот такой столик с подстаканниками. И его можно двигать вперед, назад, выдвигать максимально сюда и так далее. Интересно реализована подсветка салона в плане того, что фонарики включаются нажатием, касанием. В общем, такой айфон на колесах. Касаетесь и все включилось. И здесь тоже все прекрасно. Вот, что я начала говорить. Подлокотники, посмотрите. Они у нас изначально стоят вот на этих сидухах. Сзади у нас вот это сидение посередине, как бы столик. Но бывают такие ситуации, когда мы этот столик отсюда можем демонтировать или переместить куда-то, например, вперед. И в такой ситуации нам вот эти подлокотники здесь будут мешать, а там сзади им самое место. Поэтому что мы делаем? Мы отстегиваем эти подлокотники отсюда. Отстегнули. Неплохое орудие самообороны, я уже об этом говорила. Отстегиваем второй. Второй столик выдвигаем вперед. Теперь у нас передние пассажиры имеют и подлокотники мягенькие, и столик посередине. А чтобы эти подлокотники у нас нигде не болтались и было как-то покомфортнее тем, кто сидит сзади, мы их просто ставим вот сюда. Точно так же. Правильно они тут? Или они были вверх расположены? Да, они были вверх расположены. Вот, раз. И два. И все. Ну короче, как-то так. Смотрите, что еще тут есть. Нажми меня. Нажимаем, и происходит чудо. Вы видали когда-нибудь такое? Просто сколько всего сюда можно напихать? А вот это, кстати, вот знаете, что я нащупала? Вот там внутри, это холодильник, настоящий холодильник. Вытаскиваем вот так. И получается такой, получается такой столик. Вообще просто, ребята, пушка. А какие тут мягкие, удобные, красивые сидухи. Общиты кожей и алькантарой. На ощупь такие, что хочется в них просто утонуть. Еще один заметили интересный момент. Вот эти подголовники, они регулируются по вылету. То есть их можно вот так вот растопырить и скукожить. По-моему, прекрасно. И они, кстати, очень мягонькие, очень комфортные. Для зарядки ваших гаджетов разъемы Type-C здесь, здесь, в двери. И у заднего пассажира третьего ряда прямо вот здесь. И подлокотник, и подстаканник. Все шикарно. В общем, друзья, если вы хотите купить себе такой автомобиль, новый, из Германии, растаможенный, готовый к постановке на учет, обращайтесь в ник Миллер Гараж. Вбиваем в поиск, либо переходим по ссылке под видео. Звоните, вас проконсультируют и подберут вам замечательную новую машину.